Всех приветствую! У моего коллеги Сергея Яковлевича с Урала, с Екатеринбурга, есть такие видео, как же у него... Воскресный улов, вот мой воскресный улов, тоже, ну, можно сказать, что с барахолки. Сегодня воскресенье, не мог пройти мимо. Во-первых, приобрел вот такой привод. Он, кто в курсе, тот знает, откуда этот привод. Этот привод от старых машин, что-то типа Зингера 12-го, с челноком-лодочкой. Это раз. Второе, ну, вот эти вот поддоны, футляры, это я все до ума доведу, но тут маслом покрыть. Здесь, конечно, есть над чем поработать, тут встал, встал выше надо, тоже до ума доведу. Ну и самое главное, что я приобрел, 51-й класс, оверлок, шикарный. Ну, конечно, он здесь не будет находиться. Он, как вы поняли, это что-то либо от веритаса, может быть, от радома, похож. Вот, кверху, вот кофр, но он тоже тут несколько подубитый. Тут надо ручку делать, где-то она здесь у меня. Но это я все до ума доведу. А, вот, ручка. Тут надо что-то придумать. Сюда я, может быть, на горячую сделаю вот этот выступ, чтобы был, ну, закрепить. Но это я придумаю, сделаю. Вот. Это 51-й, он общеизвестный. И самое главное, что я приобрел, Оверлок, это очень и очень редкий такой же оверлок. Впрочем, папа у них один. Это Зингер 81, 81-го класса. Они, ну, конечно, этот несколько другой, ну, уже другой оверлок, тут его доработали, тут есть централизованная смазка, ладно, это общеизвестный. А вот этот оверлок, я сейчас ближе покажу. Ну, я такой вижу в первый раз. Вот, читаем вот эту билочку. МСЭ, экспериментальный, московский завод, я так понимаю. А что еще может быть? Ну, что за экспериментальный московский, я не в курсе. Может быть, кто-то меня просветит. Вот это модель такая, АМЗ-2. Ну, оверлок, конечно, это копия, вернее, G-N это копия. Копия копий. Это, в свою очередь, копия 81-го, а G-N тоже копия. Ну, это, конечно, более качественно. Здесь я не знаю, чем он отличается. Да, да, ничем, в принципе. Что тут можно второй раз изобрести велосипед, невозможно. Вот, такие мои приобретения сегодняшние. Таким образом, на грядущую неделю у меня есть чем заняться. Будет неделя посвящена оверлокам. То есть, мне надо с этим поработать. Тут, как мы видим, нет маховика. Тут стоял какой-то штурвал от станка. Стоял мотор. Ну, это мне так рассказали. Стоял движок типа МШ. Привод был через ролик. Есть такие 50-х годов МШ. от ролика крутящий момент передавался на маховик. Мне такие попадались. 55-го года там, 50-го какого-то. Здесь что отсутствует? Здесь у нас отсутствует верхняя крышка. Я не знаю, если она подойдет, в чем я не уверен. У меня от донора, от китайца. Может быть, я что-то попробую. Здесь вот это я уберу. Это уже сами сделали. Тут крепеж. Видимо, был МШ. Ничего страшного. Если даже я крышку и не найду. Эта крышка она как говорится на шитье не влияет. Тут все. Тут единственное надо она на двух нитку настроена. Как мы видим тут колхозное творчество. Вот это я конечно тоже удалю все. Заменю ширитель на петлитель. Поставлю маховик. Движок подберу. Ну в общем сделаю. В этом оверлоке делать тоже надо конечно это я так тоже не оставлю. Поддон я для других целей приспособлю. кофр вот этот восстановлю. Это на платформу. Это я все сниму конечно. Да и надо подкрасить. Главное тут как будто один и тот же автор. Здесь с оценковки. здесь сделано очень четко. задвижная пластина. И вот здесь как мы видим тоже с оценковки. Самый доступный материал. Вот эта оценковка. Миллиметровая. Ладно. Здесь регулятор снят. Регулятор я тоже подберу. И маховик. И вот с этим оверлоком придется придется изысканиями заниматься. Во первых тут самое главное приспособить электропривод. А остальные детали. Ну вот собственно и все мои приобретения сегодняшние. Пишите в комментариях если кому интересно я сделаю видео либо поэтому либо поэтому ну поэтому что шибко то тут. По технической части я больше чем уверен здесь ничего делать не надо они будут работать. Самое главное скомплектовать этот просто напросто на основание поставить и я вот так тоже не оставлю этот двигатель перекину концы на щетках чтобы этот мотор поставить более компактно так я его не оставлю я его переделаю ну все на этом всем пока до свидания